не ну если хочешь спорт я спрашиваю спортсменки вы до комсомолки так но мне же нужно знать что не спросить и про красоты просто молодец отличная идея кто первый евро ты пропустила я тебе расскажу мы сейчас будем снимать на видео интервью я буду задавать вопросы о спорте и о красоте а вы будете мне отвечать смотрите так микрофон когда я у вас спрашиваю я держу микрофон вы стоите также как и стояли не надо наклоняться вот так вырывать микрофон у меня изру понятно что ты первый будешь давай как обычно как мы начинаем интервью девочки для средств для тех кого вчера позавчера понедельник в общем не было рассказывать интервью интервью начинается с того что обязательно когда вы берете интервью человека нужно записать на камеру чтобы он микрофон сказал как его зовут и кто он чтобы это потом подписалось это не пойдет в репортаж например ну просто снизу пойдет плашка подписано что сказать здравствуйте меня зовут каскова лин там сколько тебе билеты где-то живешь не надо можешь сказать это если она не нужна и вы все вырежете хорошо готова мы готовы уже пишется так хорошо давай добрый день представьтесь пожалуйста здравствуйте меня зовут глазкова алина мне недавно исполнилось 12 лет алина расскажи пожалуйста как ты понимаешь выражение фразы красота требует жертв я считаю что это на самом деле правда и понимаю это выражение как вот чтобы для того чтобы быть красивой надо приложить какие-то усилия например даже купить вещи не без усилий то есть на это надо во первых заработать деньги чтобы заработать деньги надо ходить на работу на работе надо трудиться а только потом уже обеспечивать себя одеждой едой другими предметами хорошо а входит ли спорты именно вот в эту в эту работу которую нужно проделать для того чтобы быть красивой я считаю что красивой надо быть всегда ежедневно и в спорте красота тоже когда-то нужна когда-то нет то есть можно одеться крадить красивый костюм который тебе подходит можно одеть такой чтобы был удобный но лично я приветствую чтобы было и красиво и удобно и чтобы было как не как-то разнообразно все спасибо большое спасибо и вам большое за интервью до свидания до свидания можно конечно я не знаю в зависимости что вы будете отвечать у меня 2 только что спонтанно появился когда я заслушала вот думаю на грит там много работы на 1 будет одинаковый да что нужно говорить сразу в уме да да давай ты сделаешь это я верю здравствуйте представьтесь пожалуйста здравствуйте меня зовут мира мне 12 лет мира расскажите пожалуйста а как вы понимаете выражения фразы красота требует жертв я понимаю выражение красота требует жертв что ну я считаю вас правильным потому что роли того чтобы быть красивой нужно стараться во-первых заниматься спортом чтобы всегда держать себя в тонусе заниматься спортом во вторых правильно питаться чтобы иметь красивые волосы и кожу Ведь питание во многом зависит от этого. В-третьих, нужно работать, чтобы зарабатывать деньги. Зарабатывать деньги как на полезную еду, так и на одежду красивую, которая тебе будет нравиться. Вот вы сказали, что нужно заниматься спортом. Мне интересно, а любой вид спорта подойдёт для того, чтобы быть красивой, держать себя в тонусе? Или нужно какие-то особые виды спорта? Ну, мне кажется, не любой, потому что, к примеру, как бокс и боевые искусства, любые, они не очень подходят девушке. Ну, потому что, во-первых, там можно повредиться. Во-вторых, потому что, мне кажется, что девушка должна уметь поставить за себя словами, а не войней. А какой вид спорта вы предпочитаете? Синхронное плавание. Спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания. Ой, следующий. Убегайте в камеру, убегайте в микрофон. Что? Убегайте в микрофон, убегайте, все время. Девочки. Можно я пушу? А? Спасибо. Дальше ты? Хорошо. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, я Даша, мне 13 лет. А теперь еще раз, пока я вам не дала микрофон, не подвинула, не надо представляться. Начинаем представляться, когда микрофон уже рядом с вами, чтобы у вас было хорошо слышно. И как вас зовут? Меня зовут Даша, мне 13 лет. Даша, расскажи, пожалуйста, как ты понимаешь выражение фразы «красота требует жертв?» Мне кажется, что за красотой нужно как бы следить, надо ухаживать за собой, и для этого нужно прилагать много усилий, чтобы держать себя в форме, быть красивой. Надо заниматься спортом, чтобы надо выглядеть, одевать красивую одежду, которая тебе подходит. Для этого нужно ходить по магазинам, это тоже очень большой труд. Для этого нужно также зарабатывать деньги. А как ты считаешь, образование какую роль играет в красоте? Мне кажется, большое. Если ты хочешь нормально потом зарабатывать, надо закончить хороший институт. И учиться там хорошо, чтобы тебя потом приняли на работу. То есть это очень важный момент. А как насчёт спорта? Какое место спорт занимает? Ну тоже очень, ну не такую важную роль, как образование, но после образования спорт. Нужно как бы держать себя в форме, для этого нужно заниматься какие-то физические упражнения делать. Можно просто дома поприседать, ещё что-нибудь такое сделать. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. До свидания. Следующее. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут София Герасименко, мне 9 лет. Вот то, что вы София Герасименко все услышали, сколько вам лет уже нет, потому что вы очень тихо это сказали. Ещё раз, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Герасименко София, мне 9 лет. София, а как ты понимаешь выражение фразы «красота требует жертв»? Ну вот, например, делают модели прическу. Она должна сидеть неподвижно, чтобы не сделали неправильное движение и прическа не испортилась. И нужно прикладывать усилия, нужно смотреть за своей фигурой, за своим внешним видом, за своим здоровьем. А развитие личности девушки имеет значение для красоты, как вы считаете? Мне кажется, имеет. А как вы развиваетесь? Занимаюсь спортом, ем полезную еду. А дополнительные курсы какие-то вы проходите? Ну, провожу дополнительные курсы «красота». Говори, говори, вырежем. На какие курсы? Чем ты там занимаешься? Занимаюсь обработкой мультиков. Вот, например, делаю мультик хотя бы на несколько минут из пластилина. И занимаюсь еще тележурналистикой. Учусь, как правильно вести себя перед камерой, как правильно говорить и как правильно вести себя перед публикой. И чему вас учат на создании вот этих вот мультиков? Я так понимаю, вы создаете мультики из пластилина, да? Делаете фигурки, делаете мультики. И чему вас там обучают? Во-первых, нас обучают, ну, не только как делать самим мультики, но как в них самим участвовать. А ты участвуешь? Ну, пока что я проводила только недавно несколько курсов, поэтому я еще нигде не участвовала. Спасибо. И вам тоже. До свидания. Умничка, садись. Следующий. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Катя, мне 15 лет. Катя, поделитесь, пожалуйста, с нами, как красота требует с вас жертв? Действительно, красота требует жертв, и это доказано как и актрисами, и моделями, потому что они каждый день упорно работают над этим, трудятся. И если брать пример, то я, наверное, стараюсь больше спортом заниматься, и смотреть какие-то полезные видео, и для себя что-то подчеркивать. Но помимо красоты, мне кажется, надо развиваться и духовно тоже. И вот тоже свое тело держать в форме. Вы занимаетесь спортом, я так понимала, для того, чтобы быть еще красивее. Каким спортом занимаетесь и как оно вам помогает? Ну, я танцами занимаюсь. Танцы – это для меня самое такое любимое хобби. Я их очень люблю. Занимаюсь я классическими танцами. Это такая элегантная форма, ты приобретаешь какие-то такие красивые черты, вот двигаешься интересно. И это помогает действительно твоей красоте, как ты себя преподносишь. Спасибо большое. Спасибо. Свободно. Куда она улежала? Кому было страшно? Тебе было страшно? Да ты, по-моему... Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...